да да прошу прощения ассалам алейкум пока у нас есть несколько дней до дискуссии да у нас есть какое-то время дело в том что связь к сожалению здесь подводят сильно в телеграме и было бы хорошо если вы бы немножко поработали бы надо своим микрофоном то есть попробуйте пожалуйста если не получится ничего страшного проведем также как и прошлый раз в телеграме из-за качества связи попробуйте какие-то конференции устроить смотреть вообще в чем проблема почему у вас микрофон не работает в зуме имеешь ввиду да 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 у вас же не работает но я попробую но я не знаю у меня не работает или я ваш голос почему не слышу почему если у меня микрофон в телеграме работает как он может не работать в зуме я что-то не совсем понимаю так же не бывает что вот в одном приложении работает другом не работает не почему бывает из-за настроек самой программы бывает такой из-за настроек самой программы надо посмотреть просто попробовать пару раз здесь к сожалению подводят если это связано с моим микрофоном и эту проблему думаю шала решу да если это не связано не с другим то я не знаю тогда надо будет все таки также провести как мы прошлый раз провели но в принципе удачно получилось даже напротив я смотрю у вас трансляции сохранился эфир у меня трансляции не было я думаю трансляцию тоже я буду проводить начало от ну в принципе хорошо попробуйте а вдруг халим я сейчас да да говорите значит у нас смотри курбан сейчас тема будет касаемо короче говоря убеждения шиитов об исхоженности курана это раз эта тема она более обширная чем скажем так тема связана с мусофом фатимы и я думаю либо эфир надо будет чуть увеличить либо надо будет как бы провести в таком же формате но уже либо в двух либо в трех частях я ну я как полагаю потому что скажем так за 20 минут вот это изложить все доводы ну в принципе это возможно если сжато только подать информацию но скажем обывателю из этого мало что станет то есть простые люди мало что поймет потому что там нужны разъяснения вот по это один момент и второй момент мы должны как-то чередовать имеется ввиду если мы сейчас допустим первые части допустим я начинал во второй части чтобы начал говорить ты и в третьей части то я опять я буду говорить то есть не важно то есть как бы чередовали это это невозможно это же невозможно почему потому что вы обвиняете я отвечаю на ваше обвинение а то есть я должен сначала ответить на ваше обвинение а потом вы озвучите обвинение вы так предлагаете не тема и так озвучена обвинение она не знаю что я не знаю на что вы ссылаетесь говоря что просто без ссылаться мы будем на ваши источники я хочу эти эти ваши доводы и аргументы сначала услышать правильно увидеть а потом уже как бы уже после этого ответить на них на ваши доводы и доказательства как как вы предлагаете мне сначала отвечать на те доводы и доказательства которых я не слышу и не услышал а потом чтобы вы эти доводы доказательства приводили эти доводы и доказательства они многократно опробованы курбан и ты прекрасно не знаешь возможно зачем не знаешь каких-то сделано не в том италия знаю я о них или нет дело в том что у нас есть дискуссия вы страна обвинить обвиняющая и вы обвиняете и вы должны своему до доказать правильно свое скажем так утверждение доказать я констатирую факт вот это обвинение она выражена в констатации факта того что еще и ты верят но же я сейчас не об этом абдулгалим это факт или нет это мы в дискуссии разберемся а в том что вы предлагаете первым выступить мне вы говорите что выступите первым чтобы я первым выступил а потом вы выступили вторым это невозможно я предложил чередовать если это тебя это невозможно дело не в том что это для меня не войдет да хорошо хорошо все тогда договорились то это принципе невозможно не то что для меня это нелогично просто что вас вы хотите вы хотите привести доводы доказательства того что шииты являются неверными, потому что верят, допустим, в то-то и то-то, но при этом, чтобы я первым выступал. Это в принципе невозможно. Как это так? Хорошо, ладно. Я приведу доводы о том, что шииты являются неверными. Касаемо первой части, то есть первый вопрос. Я не против. Мы ограничимся одной частью или если вдруг возникнут какие-то еще дополнительные. Еще раз повторяю, для меня я не сторонник этих двух-трехчасовых зараз этих эфиров, которые проводят, потому что людям это все надоедает слушать. Это максимум 60-70 минут это предел. У нас и так получился час-полтора почти, час-двадцать семь минут. Поэтому давай проведем так. Если мы сейчас договоримся о том, что в двух частях, значит проведем в двух частях. Смотрите, то, что вы озвучиваете, то, что вы говорите, что люди не смотрят, это касается в том числе и второй части. То есть если вы делаете какой-то материал и скажем так, у этого материала есть несколько частей, люди первую часть смотрят, а вторую еще меньше смотрят, третью еще меньше, четвертую еще меньше. что эта проблема опять-таки будет. Поэтому я предлагаю добавить время в первую встречу, но не так много, чтобы это как-то сильно нагружало. Допустим, добавить еще по 10 минут каждому. Да, думаю, достаточно. По 10 минут каждому, и это не сильно много увеличит нашу дискуссию, но при этом даст еще больше возможности, больше свободы выражения Все, понял. По 5 минут в начале, потом по 30 минут, и потом по 20? Нет, я предлагаю по 5, по 20, 10, 10. Не, оно так было у нас? Нет, у нас было 5, 20, 10. А сейчас я предлагаю 5, 20, 10, 10. А, еще по 10, 10, да, в конце? Да, да. Хорошо. Хорошо, согласен, да? Нормально, устраивает. Да. Значит, послезавтра, у нас сегодня 23 число, значит, 25-го, иншаллах, в 19.00, если, если это решает проблему, я по этому-то не думаю, с моим микрофоном все за мной. Мы выходим, я тебе скидываю это, и через Zoom, если нет, тогда вот как в прошлый раз, вот на этом, скажем, канале здесь, ну, знаешь, еще какой момент есть, вот я хочу сейчас еще одного участника ближе к началу диспута добавить, может, за часть, за полтора, чтобы он также мог эфир отсюда, как и, скажем, вот твои там, твоя, скажем так, ну, технический, обслуживающий персонал выводить трансляцию на прямой эфир, также, чтобы отсюда тоже можно было вывести на мой YouTube-канал и проведем диспут. То есть, диспут запланировать. Да, конечно, конечно, прекрасно. Авдоль, Галим, если у нас по поводу дискуссии вопросов нет, у меня есть к вам один вопрос, а я вот сейчас, секундочку. Видите, да, вы этот пост? Это вас же, вы же опубликовали, правильно? Да, я попросил сделать фото, потому что вы анонсировали, я также проанонсировал, ну, это техническую сторону, как бы, я сам, ну, а что там тексты лишних? Текст вы писали? Текст я писал. Да, вы говорите, что рафидит, вы под рафидитом меня подразумеваете здесь? Ну, естественно. Да, вы говорите, что вот когда вашего отца назовут голубым, а ваша мать прелюбодейкой, может отвечать на приветствие того, кто так вежливо отнесется к вам. То есть, вы меня имеете в виду, что, да, я кого-то назвал голубым, прошу прощения, вашего отца. Да, я тебя имею в виду, потому что я видел видео, и ты об этом знаешь. В прямом эфире с одним, скажем так, мусульман, не знаю, как вы с ним выходили, то есть, через какой ресурс, когда он говорит на его слова, о том, что вот шииты говорят, о том, что Коран, который должен был быть неспослан к Али по ошибке, что ебрид, ай-салям, якобы, послак Мухаммаду, салли Аллаху, алей-салям, ты задаешь там вопрос, кто говорит? Тот отвечает, ну так говорят, и ты говоришь, ну говорят, что Умар, раздай Аллаху ану, да просит меня вот эти слова, Аллах, ты говоришь, ну говорят, что Умар голубой, были такие слова? Да. А я не называл... Но в чем проблема? Это что, не твои слова? Нет, я не называл его таковым. Я ему хотел объяснить... Объяснить... Аллаху, послушайте, пожалуйста. Я ему... А что, смотри. Ну что, он... Другого примера не было извести. Возможно, возможно. Это прямой эфир, здесь человек пока найдет пример, дело не в этом. Дело в том, что он говорит, говорят, понимаете? Он говорит, говорят. А я говорю, что... То есть нужно верить во все то, что говорят. Мало ли, что кто что говорит. Ну, например, вдруг что-то скажет, кто-то скажет, что вот Умар, блин, хаттаб, так-то и так-то, да? Это значит, что надо верить в эту... Ну, так-то и так. Ты конкретно говоришь, вот говоришь, ты приводишь пример по отношению... Нет, я не утверждал. Я не утверждал. Я ему хотел показать. Я ему хотел показать. Я не утверждал. Вы сейчас очень сильно ошибаетесь. Я не утверждал ничего. И ни при каких условиях. Тем более, что здесь про отца говорить. Я не понимаю, при чем здесь Умар, блин, хаттаб. Вы говорите отца вашего. Почему вы называете Умар, блин, хаттаба своим отцом? Ну, при чем тут отца? Я привожу пример. Я привожу пример. Для меня Умар, блин, хаттаб, ради и Аллахану. Смотри, он меня дороже и ближе, чем мой отец. Если оскорбят меня... Да. Я его не оскорблял, Абдул-Халим. Я его не оскорблял, Абдул-Халим. Это я считаю. Я его этим словом не называл. Ты можешь считать, что ты не оскорбил. Я считаю, что ты его оскорбил. Я его так не называл. Почему вот я впервые... Урбам, мне 51 год. Я за 51 год жизни ни от одного мусульманина подобного отношения, подобной реплики, кроме как от тебя, не слышал. Я не называл его голубым. Говорят, что он голубой, ты сказал. Вопрос возникает. Зачем? Почему ты именно пример привел? Ну, пример привел для того, чтобы объяснить ему, что нельзя ссылаться на говорят. Он говорит, говорят. Мало ли кто что говорит. Он же обвиняет шиитов в чем-то и говорит, ссылается на то, что говорят. Нельзя так ссылаться. Нужно конкретно, четко, кто говорит, какой шиитский ученый, как его зовут, где он это сказал. А так можно что угодно утверждать и сказать, говорят. Что угодно. Что угодно. И поэтому никто не утверждал. Вы говорите, назовет. Назовет. Я не называл. А прилюбодейка это что такое? Я не называл. А прилюбодейка? Я не называл. Урбан, смотри. Я не называл. Касаемо убеждения, убеждения, а вот это ханнель, аминь, я не приписывал же это тебе, потому что я знаю, что среди общей массы, скажем, процентом социальных шиитов, есть отдельная фирка, отдельная группа, малочисленная, которая это утверждает. Это есть. Поэтому я не приписываю эти убеждения всем шиитам. Но здесь человек привел пример. Возможно, он где-то вычитал. неважно. Он, тебе, в данном случае, может, именно вот это утверждение, может, тебе и, скажем так, к той группе шиитов, к которой ты относишься, потому что там тоже разные дела не в этом, Абдул-Халим. Дело не в этом. Я хотел узнать, кто это сказал. Кто это сказал? Мы сейчас это не разбираем. Если надо, я приведу это. Если мы костемся этого, другой вопрос. Я с ним разговариваю. Я хотел узнать, кто это сказал. А он ссылается на то, что говорят. А кто говорит, он не знает, кто говорит. Я им говорю, я им говорю, я им говорю, я им отвечаю, я им отвечаю, Абдул-Халим. Нет, я ему сказал, что, смотри, говорят, что, вот так-то и так-то, говорят, что Омар Абдул-Халим был голубым. Мы что, в это должны верить? Ты что, должен в это верить? Я, если буду это утверждать. Если буду говорить, что кто-то говорит. Суницкий ученый это говорит. Ты должен это принимать? Он говорит, не может суницкий ученый такой говорить. Ну, с чего ты взял? Почему ты так можешь отвечать? Почему ты можешь так ссылаться на шиитских ученых? А я на суницких ученых идентичным образом ссылаться не могу. Я хотел указать на это. Вы сами сейчас признали, что я его голубым не называл и назвать не мог, в принципе. Сам факт, мы можем как бы долго об этом говорить, сам факт. Хорошо, здесь разобрались с этой историей. А прелюбодейкой кого я называл? Нет, то, что убеждение шиитов касаемо матери это не убеждение шиитов. Но дело не в этом сейчас, Абудуль Халим. Дело не в том, что это убеждение или не убеждение. Вы говорите, что назвал. Вы говорите, что Рафидид назвал. И где я назвал кого-то прелюбодейкой? Смотри, когда, я сказал, и когда вот назовут, когда назовут вот вашу мать, мать Аиша, это мать правоверных, и отношение Рафидидов к матери правоверных вообще известно. И твой канал в телеграмме переполнен, в том числе оскорблением в адресе. И комментарии переполнены своими, скажем, сторонниками в адресе, скажем так, матери правоверных в том числе. И везде ляна идет, и полицейские, там даже не просто полицейские, там оскорбления. Да, я против этого. Абудуль Халим, послушайте, пожалуйста, мою позицию, послушайте, пожалуйста. У меня в комментариях есть разные люди. Вы согласны с этим? Есть ваши сторонники, есть ваххабиты, есть шииты. Среди шиитов есть те, кто слушает меня. Прислушивается ко мне. Есть те, которые не хотят прислушиваться. Даже есть те, которые считают своим долгом как-то неподобающим образом относиться лично ко мне. Поэтому в комментариях там совершенно разные люди. Но если говорить лично про меня, потому что в этом посте идет речь лично обо мне. Вы говорите конкретно обо мне. Что если назовут, тогда можете приветствовать. То есть выходит из ваших слов так, что я кого-то назвал прелюбодейкой, и вы эту реплику мне приписываете. Я вам говорю, что нигде, нигде, послушайте, пожалуйста, я договорю, пожалуйста, свою позицию, чтобы у нас с вами было взаимопонимание. Я скажу свою позицию. Во-первых, у меня таких убеждений нет. Во-вторых, у здоровых я отмечаю, пожалуйста, потому что вы же согласны, что слабоумные есть как среди шиитов, так и среди тех, кто придерживается ваших точек зрения. Вы согласны? Это же как бы нормально. Слабоумные есть везде. Нет, ну почему? В вашей деревне что нету? В вашей деревне нету слабоумных? Среди шиитов таких десятки миллионов. Но это неправда, Абдул-Алим. Это неправда. Послушайте, я говорю про слабоумных людей. Я говорю про слабоумных людей, про больных людей. Я говорю про больных людей, понимаете? Среди шиитов, что у суннитов не могут родиться больные дети, я не понимаю, что вы хотите сказать? Нет, нет, я свою позицию объясняю, пожалуйста, послушайте. Потому что, да, везде есть больные люди. Послушайте, я объясняю, я объясняю свою позицию. Я говорю, что я не говорил никогда и всегда те люди, которые хоть как-то намекали или спрашивали у меня про это, или хоть как-то пытались эту позицию утвердить, да, по поводу прелюбодейства Аиши. Я всегда это пресекал, я всегда это запрещал, я всегда это отрицал. Послушайте, пожалуйста, я до конца выскажу свою позицию, до конца выслужу. Смотри, Курбан, вот ты говоришь, Аиши, чтобы я поверил, потому что и ты, и я, мы оба знаем, что 9 десятых религий шиитов это таки. Поэтому, чтобы я поверил тебе на слово, скажи Аиши, ради Аллаха, и назови ее матерью правоверных, что она была заслуживающей доверия мусульманской, подвижницей и матерью правоверных. Вопрос не в том, вопрос прелюбодейства, вопрос, Абдул-Алим, послушайте, пожалуйста, вопрос, вопрос прелюбодейства, я что, то есть я, согласно вашей, согласно вашей... Скажи, алейхасалам, ты же, когда Фатима, ради Аллаха, или, алейхасалам, я могу, алейхасалам, сказать, алейхасалам, сказать про Алиюбна Биталиба, потому что рукопица встречается, это я, алейхасалам. А почему здесь прелюбодейство? Почему здесь прелюбодейство? Никто не отрицает, что у меня отношения... Я считаю, что это была заблудшая женщина, заблудшая женщина. Аиша была заблудшая женщина, но прелюбодейство... Видишь, это уже оскорбление. Я ей не приписываю, я никогда не говорил, что она прелюбодействует. Ты оскорбляешь! Ты аскорбляешь друг друг друга, ты как заблудшая женщина, на вашем shells кровопроводстве? Я констатирую исторический факт. Абдул-Алим, я констатирую исторический факт. Вы сами согласны с тем, что она была заблудшей? Вы сами согласны с этим? Вы согласны с ее выходом против Алиюбна Биталиба? Вы согласны с тем, что она вышла против Алиюбна Биталиба, Смотри, мы сейчас не разбираем политический вопрос. Мы сейчас еще раз повторяем. Я поэтому не стал ни один вопрос касаемо... Восстание против халифа это не политический вопрос. Нет, это не политический вопрос. И очень много лжи в нем. И все эти истории, большую часть, они сфальсифицированы. Мы об этом отдельно поговорим, если ты хочешь. Мы сейчас говорим именно об отношении с Ахлю-Лубейт. Вы говорите, себя Ахлю-Лубейт называете. Ты из числа Ахлю-Лубейт, жену, посланник Аллаха, дочь Абу-Красиддика, мать правоверных, от которой перейдена третья религия, и ты говоришь сегодня заблудшая женщина, и ты говоришь, что это не оскорбление? Субханаллах, и как после этого я могу тебе дать салам? Скажи, Ульман, ответ не сам. Согласно моим убеждениям, моя вера запрещает мне давать салам тем людям, которые даже такое убеждение имеют, о котором ты сейчас открытие заявил. Поэтому у нас этот разговор сейчас... Дело не в том, вы можете написать пост, где напишите, что тот, кто считает заблудшей Аишу, я ему салам давать не буду. Но не надо клеветать на меня, что я ее называю прелюбодейкой, я выражу свою позицию. Я против этого, против того, чтобы люди это говорили, и утверждаю, что этого не было. То есть факта того, что она прелюбодействовала, довода на это у нас нет. Это во-вторых. В-третьих, я всю жизнь, по крайней мере, очень долгое время, очень долгое время живу среди шиитов, среди шиитских ученых, общаюсь с шиитским ученымом. У меня есть учителя, у меня есть одноклассники, люди, которые тоже так же, как и я, являются талибом эйлем шиитскими. И среди них ни одного я не встречал, чтобы он утверждал такую позицию. Я не встречал. Да, опять-таки были. Это в основном были, к сожалению, нездоровые люди. Нездоровые люди. Люди нездоровые. Поэтому этой позиции в шиитском мире нет. Нет такой по поводу прелюбодействов. Да, мы утверждаем, что она поступила неправильно. Это было заблуждение выходить против халифа своего времени и развязывать войну, и отправляться в Басру, отправляться вообще, в принципе, в Ирак. С войском это было ошибкой и заблуждением. И это религиозный вопрос, потому что халиф – это не светский лидер, это в первую очередь религиозный лидер, а потом уже светский лидер. Ошибкой, ошибка сказать ошибкой, потому что после пророка Мухаммада, салли Аллаху, алисалам, ма'сум, как вы утверждаете, безгречных людей, как вы утвердите своих имамов, как они говорят на языке, ма'сум, то есть безгречных, без ошибочных, без погрешимых людей, не бывает по определению, кроме пророка и постановления Аллаха, алисалам, алисалам. Ошибка, на мой взгляд. Это очень большая ошибка, серьезная. Это очень заблуждение, да. Это серьезное заблуждение. Это не одно и то же. Нет, почему? Почему? Это одно и то же, когда и посланник Аллаха, саллаллаху алисалам, алисалам говорит, что я… Дело, послушайте, у нас есть исторический факт. Нет, вы не знаете, четыре раза понимают. Первый имам Али, он назвал ее заблуждение, как ты. У нас есть исторический факт, у нас есть исторический факт, что посланник Аллаха, саллаллаху алихи и али, сказал, что тот, кто любит Али, является верующим, тот, кто ненавидит Али, является кем? Вы знаете, вы знаете этот хадис? Послушайте, есть этот хадис, вы согласны? Да, этот хадис для меня руководством является. Не только лицемер будет тебя ненавидеть, сказал посланник Аллаха, саллаллаху алисалам. Это вообще известно. А с чего ты взял, и применяешь эту матерь правоваривание, с чего ты взял, что Айша, рада я Аллаху ангам, ненавидела его? Почему? Еще раз повторяю, такой вопрос. Вот вы же говорите, нужно следовать 12 имамам. Вот согласно вашей доктрине, согласно вашей религии, первый имам, Али юбнаби и али, рада я Аллаху ангаму, он исповедовал такие убеждения, он придерживался, он называл ее заблудшей женщиной или нет. Если да, скажи, приведите ваш довод, если вы говорите правду. Если нет, вопрос возникает. Ты следуешь за тем, кого ты сам на языке называешь, скажем, первым из 12 имамов, или же все-таки ты противоречишь в этом вопросе ему, называя ее так, как не называл даже Али юбнаби и али, рада я Аллаху ангаму. По поводу данного вопроса, Абдул-Алим, если хотите, мы отдельно дискуссию устроим. У меня очень много доводов, очень много хадисов, очень много исторических фактов, но опять-таки нет смысла здесь это все разбирать, тем более, что я сейчас все вот эти доводы и даже не смогу прямо сейчас вспомнить, где и в каких источниках этих хадис и на какой странице это все приведено. Мы можем это все документально зафиксировать и обсудить как-нибудь потом, когда закончим эти дискуссии, если хотите. Но так или иначе, мне на данный момент достаточно того, что вы признали, что она воевала с Алибрином Витальевым, и достаточно того, что вы признали хадис. Я не говорил такое, что она воевала с Алибрином Витальевым, не говори того, что я не говорил. Но она пришла с войском к нему. Она пришла с войском к нему. Не ври. Стоять, асидии, смотри. Это не... Я нигде... Хорошо, Абдуль-Алим, давайте. Я знаю одно... Если вы позволите, Абдуль-Алим, если вы... Посланник Аллаха с Алибрином Витальевым, матери правоверных, смотри, я тебе напомню, если вот то, что возможно в присутствии Аиши, рады я Аллаху, ангума, да будет доволен имя обоими Аллах, сказал, о, Аиша, в один день ты будешь неправа по отношению к нему. Но он не сказал, что ты будешь заблудчей или выйдешь из ислама, или что ты совершишь такую ошибку, за которую тебя нужно проклинать или называть, короче, еще кем-то. Понимаешь? Абдуль-Алим, это разные вещи. Заблуждение, заблуждение, заблуждение и выйти из ислама, это разные вещи. Вы согласны с этим? Или только я так понимаю? Я согласен с этим. Я не сказал, что она вышла. Смотри, сахаби-юн, с подвижником называют кого? Ты кого считаешь с подвижниками? Аиша, рады я Аллаху анга, она является с подвижницей, то есть как матерью правоверных и с подвижницей, посланник Аллаха, салли Аллаху, будучи его женой. Я являюсь с подвижницей или нет? Я отвечаю на такие вопросы, всегда сталкиваюсь от определения того или иного понятия. Хорошо, отвечаю. Понятие Хафиза и Хаджар аль-Аскалани рахматуллах алейхи, о котором ты говоришь, что он, ты в одном из твоих выступлений, что ты уважительно к нему относишься, что его позиция тебе больше подходит. Он говорит, что сахаби-юн, с подвижником или с подвижницей считается тот человек, который хотя бы непродолжительное время при жизни встречал пророка, видел его в глаза и уверовал в то, с чем Аллах послал пророка Мухаммета и умер в исламе. В этом понимании ты признаешь ее с подвижницей пророка Мухаммета Конечно, она же видела его, она признала, она шахаду произнесла и не выходила из этой шахады, вплоть до самой смерти. В чем проблема? В этом отношении? Послушайте, Абдухадим, я уточню, пожалуйста, я уточню, но я также разделяю ислам и иман, это разные вещи. Я считаю, что согласно хадису посланника Аллаха, который вы также признали, что тот, кто ненавидит Али, является лицемером, согласно этому хадису, она потеряла веру, но не ислам, она не вышла из ислама, она не стала. Подожди, это как понять, это вот что-то софистика, то есть получается, она не верующая была, что ли, потеряла веру, ты сказал, она кафеда, что ли, была? Нет, не каферам, есть ислам, а есть иман. Смотри, иман, это противоположность куфру, есть вера, есть невидие, русское слово вера, слово иман, по-русски переводится как вера, согласись, неверие переводится как куфр, есть иман и куфр. Согласно тому, как ты говоришь, что она потеряла веру, получается, у нее имана не было? Конечно, согласно хадису посланника Аллаха, салаллаху алейхи ва алейхи ва алейхи. Она была мусульманкой, она была мусульманкой, но не была мумина, она не была с иманом, потому что она, вы говорите, что, то, что она пришла с войском к халифу, алибинаби талиб алейхи ва алейхи ва алейхи ва салам, это не вражда, но это высшее проявление вражды. Зачем ты мне приписываешь слова, которые я не произносил? Ну, вы говорите, что... Я не произносил этих слов, я не сказал, что она пришла с войском, я не сказал, что она выступила, то есть, войной против... Я этого не говорил вообще. А что она делала в войске, Джамаль? Она верблюжий в войске, что она делала? Смотри, еще раз повторю, это отдельная тема, это мы сейчас не разбираем, я поэтому сказал, я не поднимаю вопросы. Не фуруу ответвлений религии, не политических вопросов, потому что они заведут любого слушателя в тупик. Мы говорим о вере и неверии. Смотри, позиция мусульман такая, смотри, когда слово иман, когда слово иман, али иману, вера, встречается в шариатских текстах, будь то в Коране или в Сунне, в хадисах, посланник Аллаха, салли Аллаху ассалам, обособленно, то есть, без ислама, то есть, под иманом подразумевается и ислам. Когда говорится, инна мальму минуна ихва, Аллаху ассалам говорит, воистину верующие братья. Но не шииты, конечно, а верующие братья. Смотри, здесь имеется в виду и мусульмане. Но когда слово ислам тоже встречается обособленно, под ним и имеется в виду иман. Когда хадисы сказаны, что ислам, опять же, имеется в виду мусульмане. Но вот когда вот эти два термина встречаются в одном шариатском тексте, будь то аят или хадисы вместе, то тогда имеется в виду под иманом, имеется в виду внутреннее состояние человека веры. А под исламом имеется в виду, что внешнее, то есть, обрядовая часть. Здесь, когда ты делишь, говоришь, вот она была мусульманкой, но она лишилась веры, это нонсенс по определению. Это аят священного Корана, но в любом случае, конечно, я удивлен, что вы не знаете эти аяты. Но в любом случае, смотрите, Абдул-Халим, вопрос. Приведи мне этот аят, приведи аят, такого аята нет. Приведи аят, какой аят? Абдул-Халим, послушайте, пожалуйста, у меня нет намерения с вами сейчас дискутировать. Послушайте, я хотел, мы ушли в другую тему, мы ушли в тему, в которой я не намеревался. Нет, прочитай мне этот аят, прочитай мне его, я хочу услышать, какой аят? Послушайте, Абдул-Халим, у нас есть конкретный вопрос. Вы оклеветали, послушайте, Абдул-Халим, вы оклеветали меня на своих постах. И я хочу, чтобы, послушайте, вот смотрите, Абдул-Халим, Абдул-Халим, послушайте, может быть хуже, это я не спорю. Но именно утверждение о том, что я говорил эти слова, это в мой адрес клевета. Убеждение хуже или лучше, вопрос не в этом. Вы можете написать, что у него плохие, вы уже сказали, что я неверный, я там зиндык и так далее, и тому подобное. Это ваше убеждение, и вы пытаетесь эти убеждения доказывать. Я здесь, Абдул-Халим, послушайте, пожалуйста, я здесь претензий не имею, я не имею претензий. Я дискутирую с вами, я опровергаю ваши доводы и провожу свои контр-доводы. Это ваше убеждение, вы можете, по моему убеждению, вы заблуждаетесь. Но вы считаете, что вы наистине, у вас есть какие-то доводы на это, на то, что вы утверждаете. Но, вот в данном случае, когда вы утверждаете, что я Омара назвал голубым, а Ишу назвал прелюбодейкой, я назвал, у вас нету на это никаких доводов. Понимаете, никакого факта. А то, что, послушайте, пожалуйста. Я признал, есть. Я ничего не признавал, ничего такого не признавал. Вы, я, послушайте, когда я с этим человеком, с дагестанским имамом, да, он имам мечети какой-то, общался, это был прямой эфир. И он сказал, что шииты, какой-то шиитский ученый, он сказал, шиитский ученый сказал, что Джабраил ошибся. Я его спросил, то есть он говорил, что говорят, а кто говорит, когда я узнал, когда я у него поинтересовался, а кто говорит, он не смог на это ответить. Он сказал, я не знаю, но так говорят. Я ему хотел продемонстрировать, что тот метод, которым он пользуется, он абсолютно неадекватный. Почему? Потому что в этих вопросах, в подобных вещах нельзя ссылаться на то, что кто-то говорит. Я хотел это ему продемонстрировать, показать наглядно. Я привел пример, что говорят, что Омар ибрин Аль-Хаттаб был голубым. Я не утверждал, что он голубой. Я ему хотел продемонстрировать, что такая методология неправильна. Теперь я хочу сказать, что это был прямой эфир, и сидеть там подбирать какие-то примеры, да, примеры какие-то подбирать. Конечно же... Других примеров ты не нашел, голову больше ничего не лезет тебе, потому что... Нет, почему? Нет, нет, дело не в этом. Дело в том, что я хотел, чтобы для него, я знаю, что он испытывает уважение и любовь к Омар ибрин Аль-Хаттабу, я хотел, чтобы для него была очевидна и наглядна неправильность и неверность его метода. Теперь я хочу, да, перед всеми, и в том числе перед вами, если вас этот пример как-то задел, как-то затронул, я хочу за это извиниться. Но я хочу, чтобы вы... Не что задел, как не задел. Да, я хочу извиниться, это было не намеренно, и я даже не то, чтобы после эфира, а именно прямо там, я как бы понял, что я поспешил с примером, что этот пример был неудачный, и это я сразу понял. Но, к сожалению, это прямой эфир, и здесь ничего не поделаешь. Поэтому я извиняюсь перед вами и перед всеми, кого этот пример потревожил и какой-то дискомфорт и неудобство достал. Я извиняюсь. Но, но, Абдул-Халим, Абдул-Халим. И напишу опровержение, вот так же извинись за то, что ты сказал, что Аиша, радия Аллаху анга, потеряла веру. Нет, я это могу... Извинись, скажи, что это неправда. Нет, я в этом убежден, я могу это доказать, и это другой вопрос. Но, пожалуйста, Абдул-Халим, я хочу, чтобы вы опровергли эти свои слова, то, что я назвал Умара голубым, и Аишу при Любодеке, ибо мы уже с вами выяснили, что такого не было. Смотри, давай сделаем так. Вот сейчас я веду запись, и ты, скорее всего, ведешь запись. Запись экрана я не стал включать, то есть я счел, что в этом нет необходимости. Ты можешь выложить запись, я могу выложить запись. То есть, но... Но у меня, к сожалению, не получилось, скажем так. Если вы выложите, я буду благодарен. Я выложу. Вот я вообще человек такой, что я не любитель там что-то вырезать, добавлять, добавлять. Потому что даже если кто-то ошибется, в этом тоже нет ничего такого. Даже если я ошибся, я могу смело сказать претензацию ошибку. Но в данном случае, касаемо сахабов, касаемо матери правоверных, и жени посланника Аллаха, салли Аллаху, али-всалям. Кстати, из числа ахлю любоит. Из числа ахлю любоит. Аиша, радуя Аллаху, анха, из числа ахлю любоит. Нравится это, что Итам не нравится, потому что... Она не из числа ахлю любоит. ...ва азва джу гу... ...ва азва джу гу... ...и его жены являются как? ...умнагатугум, их матерями. То есть, матерями правоверных. Вот это прямо указывает на то, что они являются из числа ахлю любоит. Хорошо, вы можете сказать... ...вы можете написать, что я не отвечаю на салам того, ...кто считает, что Аиша, мать правоверных, ...вышла из веры, но не вышла из ислама. Я потому что не утверждаю, что она вышла из ислама. Я утверждаю, что она была мусульманкой до конца своей жизни. То есть, ты хочешь сказать так? Урбан, смотри, а вот дай пояснение по этому вопросу, и мы завершим. Ты хочешь сказать внешнее. Вот сейчас, когда разделяешь веру и ислам, ...ты говорили, что внешнее проявление в ней было, ...но внутренней имани не было, да? Да. Это же зандарт. Что? Когда говорят зиндих, знаешь, что ты говоришь? Слово зиндих, смотри, слово зиндих, фукаха, правоведы, ...использовали, это же не арабские слова, это персидские слова. То есть, из фарсы взяты. Во времена посланника Аллаха, салля Аллаху, ... То есть, мунафиг, и Аллах Кур'ана о них не спосы дал. И так же посланник Аллаха, салля Аллаху, ... в хадисах говорил о признаках лицемеры, лицемерами. Это синоним лицемерия. Это же не я говорю. Это же не мои слова. Это ты говоришь, и подобный тебе говорят елба. Я ссылаюсь на посланника Аллаха, салла Аллаху, алейхи, ...я ссылаюсь на него. Ты лжешь. Посланник Аллаха, салли Аллаху, он такой, не говорил об Айше, а твой истинбат, вот это твое неправильное понимание хадиса, это и влечет за собой вот эти последствия. И поэтому ученые применили, то есть тот, кто внешне выявляет ислам, внешне, вот тот, как вот, Захиран, да, и Баатинан, как говорит вот ваш один из современных хафтаритетов команды Хайдали, касаемо такфира, да, всем мусульманам, то есть не шиитам, он прямо же говорит, что Захиран, они являются хафирами, вы же в это верите. Он говорит, что одна группа, то есть большие хафтаритеты говорят, что мусульмане, то есть поравляющие 95% ума, что они, то есть из числа Ахлюстуна, они говорят, куфар Захиран в Баатинан, то есть и внешне, и внутренне, но определенная часть, как он ссылается на Аль-Хо, на Аль-Маджлис и других, о том, что они, вот то, что ты сейчас говоришь, они говорят Захиран, мусульмане, но они говорят, Баатинан куфар, вот ты применительно к Айше, ради Аллаху, вот почему я это вспомнил, ты применяешь вот этот метод, хоть она внешне, она выдавала себя за мусульманку, так как, как ты говоришь, внутренне она потеряла веру, получается, то есть после смерти она что, неверующая, так выходит? Абдул-Халим, это нечестно, нечестно, уводить разговор, уводить разговор в другое русло, я уже все сказал, Абдул-Халим, все четко, я сказал, Абдул-Халим, послушайте, я все сказал предельно ясно и понятно, и одного раза, я думаю, что даст, нет, я сказал. Не убегай, не убегай, будь честен, будь искренен перед Аллахом, перед Аллахом в первую очередь, и перед самим собой, и перед людьми, если ты убедешь, смотри. Да. Это, смотри, Курбан, если мы, да, вот я сейчас завершу, если мы искренне перед Аллахом, и перед самими собой должны быть, в первую очередь перед Аллахом, и если мы должны быть искренне перед теми, к кому мы обращаемся, если мы призываем, у нас не должно быть ничего, чтобы мы могли утаивать, мы должны прямо говорить, не надо лицемерить, не надо обманывать, не надо эту игру слов, да, она внешне была мусульманка, она внутренне, она потеряла веру, значит, она была неверующая, это страшная вещь, Курбан. Ты понимаешь, что это вот эти утверждения, что она была, это все один, а что вы можете сказать. Абдуль-Ам, здесь есть несколько моментов важных. Во-первых, нечестно с вашей стороны, по отношению ко мне, когда мы обсуждаем вашу открытую клевету в мой адрес, уводить вопрос в другое русло о том, что ты все равно плохо относишься к Каиши. Вы же так говорите, что да, ты прелюбодейк ее не называл, это клевета с моей стороны, но ты все равно к ней плохо относишься. Что? Шиити называют, дальше продолжай. Шиити не... Потому что... В чем разница между тобой и им? Объясни, я... Какая разница между мной и им? Потому что ты называешь ее, смотри, и ты называешь ее неверующей, и он называет неверующей. Какая разница? По сути, никакой. Я не говорю, что она неверующая. Никакой. Смотрите, вы уточняете, да? Вы уточняете. Я не говорю, что она неверующая в смысле, что она вышла из ислама. Я этого не утверждаю ни в коем случае, ни при каких обстоятельствах. А что касается Яселя Хабиба... Что не утверждаете? Я делаю то, что в моих силах, с моей точки зрения. И для того, чтобы донести до людей те убеждения, которые, по моему убеждению, являются истинными убеждениями ислама. Я этим занимаюсь. Я согласен. Я согласен с тем, что я, как и все остальные простые люди, ошибаюсь, иногда делаю неправильные шаги. И, допустим, тот же пример с Омаром. Я с этим согласен, что с моей стороны это было некорректно, это неправильно. Но это я сделал не, скажем так, ненамеренно. Я не намеревался задевать чьи-то чувства. А Яселя Хабиб не пытается и не старается донести истину до других. И у него одна цель. Это просто максимально задеть чувства других людей. Максимально задеть. Это значит, что он с врагами шиитов заодно. Почему? Потому что враги шиитов настраивают людей против шиитов. И он занимается ровно тем же самым. Опять-таки, возможно, некоторые мои действия также приводят к недовольству наших оппонентов. Вас, например, ваших сторонников, ваших единомышленников. Но я это делаю ненамеренно. Я это делаю ненамеренно. Я это делаю по своей ошибке. По своей, скажем так, когда... Это просто ошибка. Ошибка, которая совершается... Я стараюсь... Единственная моя цель – это донести, попытаться донести те исламские убеждения, которые по моим убеждениям, глубоким убеждениям являются истинными мусульманскими убеждениями. Поэтому, пожалуйста, не надо приводить вот этих смутянов, которые неизвестно еще на кого работают и откуда получают свои огромные гонорары. Не надо их приводить. Шииты, во-первых, не называют, кроме вот таких вот плохих людей, подонков, которые только и делают, что сеют смуту между людьми. И делают... И вот то, что он говорит, что она прелюбодейка, это направлено на то, чтобы вызвать ненависть к шиитам. Возможно, он настолько глуп, этот Ясер Аль-Хабиб, что он этого не понимает. Понимаете? Я даже не исключаю того, что Саудовская Аравия ему за это платит, за то, чтобы он обвинял Аишу в прелюбодеянии. Зачем? Для того, чтобы вызвать у сунницкого мира ненависть к шиитам. Я этого не исключаю. И даже большая и велика вероятность в этом. Поэтому не нужно их приводить. Но в любом случае, речь-то не об этом была. Речь была о том, что я назвал Аишу прелюбодейкой. Я назвал. И это для меня серьезный вопрос. Почему? Потому что я по мере своих возможностей и сил делаю все для того, чтобы между сунитами и шиитами не было каких-то раздоров. Я все хочу перевести в плоскость научного обсуждения. Обмена доводами, обмена критикой. Я в этом в плоскость. Да, такие люди, как, допустим, Джоузи, они провоцируют, они играют, цирк устраивают. Вместо того, чтобы прийти со мной дискутировать, он там балабол, не балабол, трус. Вот это вот уличное поведение, да, иногда меня это провоцирует. Провоцирует, и я могу, допустим, на эмоциях или по ошибке что-то там, допустим, сделать. Да, но я стараюсь этого не делать. Моя цель в том, чтобы состоялся диалог, чтобы мы обменялись доводами и посмотрели, у кого какие доводы, какие аргументы, какая критика. Поэтому у меня такой цели нет, и вы не можете, вы не можете утверждать и никогда не приведете цитату и мои слова о том, что я назвал Аишу при Любодейке. Наоборот, когда шииты приходят, говорят, вот какие-то там люди, в том числе Ясир Аль-Хабиб, он же как бы тоже в чалме, в шиитском одеянии, шиитского ученого, думают, что... Знающий человек, человек образованный, слышат его и потом приходят ко мне и спрашивают. Я говорю, нет, этого не было, у нас есть доводы того, что Аиша при Любодеянии не совершала. Я это даже могу доказать, из шиитских источников могу доказать, что Аиша при Любодеянии не совершала. Поэтому я таких убеждений не имею, и тем более, тем более, этого никогда не говорил. И это, на мой взгляд, Абдул-Халим, если вы человек, который согласен признавать свои ошибки и не еще более усугублять отношения между нами, то есть между суннитами и шиитами, называя меня человеком, который назвал Аишу при Любодейке, то я думаю, что вы свою ошибку признаете и скажете, что такого не было. А по поводу Омара Блинхаттаба, хотя, опять-таки, здесь вы все равно ошиблись, я его голубым не называл. Я просто привел неудачный пример для демонстрации неправильного метода. Я за это повторно, еще раз, я готов миллион сто раз, сто тысяч раз за это извиниться перед каждым, кого этот пример задел. Задевать никого я не намеревался, никогда такой цели не было. Это была просто оговорка, необдуманный пример. Не более того, мне нужен был пример, который был бы, допустим, неприятен этому человеку. Почему был неприятен? Потому что, допустим, если я сказал бы, что какой-то суннитский ученый говорит, что, ну, например, что-то такое простое, он бы сказал бы, ну, говорит и говорит, да, потому что он приписывал нам убеждение, которое является очень большим заблуждением. Понимаете? Он говорит, что шииты говорят, что Джабраил, алейхиссалам, ошибся. Это очень и очень большое заблуждение которого и убеждение, которого у нас нет. И это, как бы, необоснованно. Возможно, у тебя лично нет. Возможно, у тебя лично нет. Но есть двух пашиитов, которые это говорят. Абдул-Халим, послушайте, возможно, послушайте. Абдул-Халим, есть много людей, есть много людей, Абдул-Халим, есть много людей, которые называют себя Ахли Сунна, но они несут полную ересь, правильно или нет? Я живу... Ересь такого порядка, о чем мы говорим, не один из мусульман, не один из агрессуумов. Послушайте, муджасима, 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 это лучше, что ли? Тадсим, это лучше, чем ошибка? Тадсим вообще основной группы чьи-то, ты знаешь, кто такие, да? Нет, нет, давайте, давайте не будем уходить. Муджасима, 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 Абдул-Халим, послушайте, муджасима тоже называют себя Ахли Сунна. Но в любом случае вопрос не в этом. Я сам общаюсь с шиитами, шиитскими учеными, шиитскими писателями, шиитскими деятелями, проповедниками, у меня свои учителя, большие ученые. Я с ними общаюсь, никогда никто из них, ни один из них из тех ученых, мыслителей, преподавателей, писателей, проповедников, имамов, с которыми я общаюсь и знаком, я знаком с большим количеством. Ни один из них никогда в жизни я не встречал людей, которые бы это утверждали. Понимаете? Поэтому у шиитов, не только у меня... Это же ни о чем не говорит книги. На какие книги мы опираемся, вот еще фундамент. Ты же понимаешь, о чем мы сейчас говорим? Когда мы говорим о шиитах и шиизме, мы же не берем отдельно взятого Курбана и Мирзаханова и выносим хукм на основе, скажем, того, что сказал Курбан. Мы говорим, вот есть религия. Нет, как раз таки вы это и делаете. Наоборот, в этом и заключается метод. Опираемся на вот эти книги. Нет, нет. Вот эти книги. Я могу показать, вот Курбан, они все, вот сейчас на столе, вот сейчас, вот до данного момента у меня на столе, вот они все, кроме как шиитских, пока вот здесь на столе, все на полках книги мусульман, вот здесь на шиитхе. Я знаю, Абдул-Галим. Я знаю, я знаю. Я это, кстати, Абдул-Галим, знал еще до того, как мы дискуссию начали, если вы хотите, если вам интересно. Я что хочу сказать, я что хочу сказать. Вот ты говоришь, ты, кстати, мы сейчас хотим деться. Ты же, если откроешь вообще, с чего начинаете усунуть кафе, скажи мне. Абдул-Галим, опять-таки мы уж уходим в другие темы. Абдул-Галим, мы это, если хотите, потом устроим дискуссию на эту тему. Абдул-Галим, послушайте, это ваша ошибка, то, что вы наговор, поклёб этот возвели на меня, что я назвал. Вот книга, вот книга. Нет, послушайте, там моих слов нет, Абдул-Галим. Абдул-Галим, там моих слов нет. Там моих слов нет, Абдул-Галим. Там моих слов нет. А вы утверждаете, что лично я... Вы утверждаете, что лично я назвал Умара Бел-Хаттаба голубым, а Аишу назвал прелюбодейкой. Это ваша ошибка, и я вас... Я вас, как ваш оппонент... Я вас, как ваш оппонент... Дайте, пожалуйста, договорить. Но так выходит с вашего поста. Хорошо, хорошо. Тогда опубликуйте, послушайте, послушайте Абдул-Галим. Ты делаешь выводы. Ты выводы делаешь. Хорошо, хорошо, прекрасно. Но на счет Умара, правда, я вам не признал. Возможно. Я сказал, что я не называл Умара Бел-Хаттаба голубым. Я привел неудачный пример для демонстрации неправильного метода. Абдул-Галим, хорошо, я соглашусь с вами, что вы никогда не говорили. Хотя вы признали, что под Рафидитем вы меня подразумевали, но мое имя, да, там не фигурирует. Но люди, которые читают ваш пост, они подумали и сделали из этого вывод, что этот вывод на самом деле очевидный, что вы сделали вывод, что я, тот человек, которому вы на салам не отвечаете, назвал вашего отца и вашу мать голубым и прелюбодейкой. Поэтому я просто, как ваш оппонент, как ваш оппонент, прошу вас сделать уточнение в своих так же постах и проявить свою честность. Уточнение, что я этого не говорил. Я даже видео запишу, Курбан, но при этом это уточнение сделаю и скажу, что ты Аиша, рады я Аллаху анга, мать правоверных, в то же время, как ты сказал на видео, не считаешь му'мина, считаешь, что она лишилась веры. Но это неправильно, Абдул-Галим. Почему? Абдул-Галим, послушайте. Зачем? О чем ты говоришь? Этого не нужно. Этого Абдул-Галим делать не нужно. Я вам объясню, почему. Почему? Потому что я, это не мое оценочное суждение. Это не мое оценочное суждение. Это не мой какой-то личный взгляд. Тем более, что этот вопрос не касается того. Это не мой личный взгляд. Это то, что выходит из достоверных хадисов. Нравится мне это или не нравится. Я бы сам был счастлив, чтобы этого не было. Я был бы просто на седьмом небе. А счастье, чтобы этого не было. И чтобы Аиша из этих хадисов таковой не выходила. Я не считаю, что все мусульмане хорошие. Я так не считаю. Дело не хороших или плохих. Они были верующими или не были верующими. То есть были мусульманами или не были мусульманами. Я говорю, что среди мусульман есть люди. Почему? Если ты признаешь определение... Смотри, Курбан, я тебя внимательно слушал. Если определение, которое дал Хафиз Абдул-Хаджар тому, кто является сподвижником, и ты согласно этому определению, признаешь ее сподвижницей, а о сподвижниках и о сподвижницах сам Всевышний Аллах, Субхану Хуата'ала, сказал «Ради Аллаху ангум, ва радуу ангум». Нет, это ваше неправильное. «Ради Аллах доволен ангум имя». Нет. «Ва раду и они довольны ангум им». Если Аллах доволен им, как ты можешь быть недоволен? Скажи. Хорошо, Абдул-Халим, давайте мы уже подведем, скажем так, наш разговор к концу, чтобы не затягивать. И так уже много разговариваем. Абдул-Халим, если вы запишите видео, если вы напишите пост, где скажете, что я не считаю Аишу Муминой, то будьте добры, быть до конца объективным и основания мои привести. Основания мои следующие, я озвучиваю. Они правильные по вашему мнению, неправильные. Это как бы ваше дело. Но то, как я это утверждаю, необходимо донести. Это моя просьба к вам. Я считаю, что Аиша не была Муминой. Почему? Потому что вражда к Али является признаком лицемерия, а она проявила вражду. Это моя точка зрения. Мою точку зрения изложите. Мою точку зрения изложите. Я этого прошу. Более того, не прошу. Если вы уж говорите мою точку зрения, то говорите ее чуть более... Никогда. Что? Сам посланник Аллаха подтвердил, что она не проявит к нему вражды. Он не сказал, ты проявишь вражду к Али, не сказал. Пророк не сказал. Курбан – это твое субъективное мнение, не имеющее никакого отношения к объективной реальности. Вот в чем проблема у тебя. Понимаешь? Нельзя делать подобные роды выводы из слов посланника Аллаха, которые ты неправильно интерпретируешь, неправильно понимаешь. Надо обращаться не к каким-то там шиитским каким-то там деятелям, а вот именно к ученым из числа мусульман, которые дали этим словам четкие подробные разъяснения. Поэтому давай мы на этом ограничимся. Хорошо. Абдул-Алим, я в любом случае свою просьбу озвучил. Если уж мой тезис хотите озвучить, то озвучьте, пожалуйста, с небольшим дополнением, в котором будет разъяснение моих оснований. Изложение моих оснований. Спасибо большое. В любом случае, если отнял, возможно, у вас много времени. Не, времени не отнял. Я просто вот вчера не мог, потому что я два дня в пятницу, субботу был в Чечне. И я как раз находился, я был в дороге, и поэтому просто связь теряется. Я написал, что вечером я приехал поздно, и вот с дороги. Поэтому я сказал, давай мы с утра спокойно поговорим в любое время. Вот сейчас я с утра в свободе, и я договариваюсь в 11 часов, я написал, что она сейчас отложит. Мы спокойно, это не проблема. Мы в любое время можем созвониться, пообщаться, и, я думаю, обсудить эти вопросы. Но, сразу говорю, единственное, это вопрос, это не то, что больная тема, это тема, это задевание чувств верующих, любого из подвижников, сахабию, неважно. Даже муавию, радуя Аллаху, ангу, которого шииты так ненавидят, я понимаю, дальше муавии, это уже другая тема, но, если Хасан, сын Алиюбн Абиталиев, радуя Аллаху, ангум, аджмаин, счел необходимым заключительным перемири, то есть, считал, тем, кем считал, так же мы должны считать тем, кем считаем, поэтому нельзя задевать сахабов. Если сахабов будете задевать, то никакого диалога даже не получится. Если мы будем проявлять, я же сейчас не называю Аль-Кулейн, я же не говорю там Зинбих, Кафир, хотя эти книги переполнены куфриятами, куфриятами. И когда мы даже просто, когда мы завершали вот эту часть, когда ты сказал, что вот Мусхафат, ну, это как бы уточняющий момент, что он не из религии, что он не отношенный Кур'ану не имеет, что он не является худой, так, что нельзя, что Коран именует Мусхафом, но не Мусхаф Кораном. Так ведь, там просто времени не хватило. Так там же была откровенная ложь. Ведь Аль-Кулейн прямо говорит, что относительно, переделать Джа'фару Суадика, Радуя Аллаху Анху, якобы он сказал, что когда читали аят вот этого Са'ала Са'илун, би-Адаби-Муакра, делькафирина, ибо бибилляйте Али, он же написано, что когда просящий просит, Абдул-Алим, я так понимаю, что... И там идет бибилляйте, я так понимаю, он же указывает, что это написано, что это Мусхаф Фатима. То есть это же свидетельство того, что это имеет отношение к тому, о чем мы говорили. Но я же не стал этот вопрос раздувать. Мы просто договорились, мы на этом завершили Курбан. Дальше понятно, что люди будут делать выводы, будут у тебя сторонники, будут те, которые поддерживают твою позицию, будут, короче, те, которые будут поддерживать позицию, которую озвучиваю я. Но из этого мы не должны как бы из кожи в лес, чтобы каждую точку запятую пытаться, короче, доказать. Нет. У меня нет такого, скажем, плана. Хорошо, Абдулла Алим, спасибо большое. Спасибо за общение. Как ты сказал, уточнение сделаю, Миша Аллах. Хорошо. Спасибо за общение, спасибо за то, что идете на встречу. Ас-саламу алейкум рахматуллах и барахиат. Алик. Продолжение следует...